В Литву не запретят въезжать на белорусских номерах, но есть нюансы. Китайцы жестко конкурируют с белорусскими предприятиями на рынке РФ. ВОЗ объявила глобальную угрозу. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Бы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием. С 16 августа Литва ввела ограничение на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. Однако ситуация не так однозначна, как казалось сначала. Местные власти уточнили, что въезд на территорию страны на белорусских машинах все же возможен при соблюдении определенных условий. Так, авто может использоваться в личных целях гражданином Беларуси, если у него есть действующая литовская виза или вид на жительство. Пользователи приграничных чатов подчеркивают, что речь идет исключительно о литовских проездных документах. То есть с визами Германии, Польши и других стран будут разворачивать. Также право проезда сохраняется за гражданами ЕС, которые являются резидентами Беларуси. Важно, чтобы за рулем находился непосредственный владелец автомобиля. Тем не менее, все автомобили с белорусской регистрации, которые находятся в Литве, должны покинуть ее территорию до 18 января 2025 года. Эти меры, по словам советника Светланы Тихановской Франа Ковячорки, помогут решить проблемы для белорусских компаний, жителей приграничных территорий и логистов, которые регулярно пересекают границу. Одновременно они ограничивают возможности для перегона автомобилей в Россию и обхода санкций, когда россияне регистрируют свои авто на белорусские номера. Для граждан Беларуси и РФ введены разные ограничения. Россиянам запрещен въезд в Польшу и Литву по обычным визам, тогда как белорусы сохраняют эту возможность. Таким образом, литовский подход занял среднюю позицию между польским и латвийским. В то же время гуманитарные коридоры остались открытыми у всех трех балтийских стран и Польши. Реальные доходы белорусов демонстрируют необычную динамику на фоне роста зарплат и искусственно сдерживаемой режимом инфляции. Несмотря на то, что в номинальном выражении зарплаты продолжают расти, а инфляция, по официальным данным, замедляется, доходы населения фактически остановились на одном уровне. По итогам января-июня этого года реальный прирост заработков составил 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В структуре доходов населения роль зарплаты выросла до 65%, а доля пенсий, пособий и стипендий составила 22%. Независимые экономисты выражают обеспокоенность тем, что рост зарплат в Беларуси опережает развитие экономики и производительность труда. Отмечается, что это может привести к негативным последствиям в будущем. Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и Россией следует строить по примеру его личного взаимодействия с кремлевским диктатором. В недавнем интервью российским пропагандистам он подчеркнул, что у Путина нет более близких отношений, чем с Беларусью. Нелегитимный отметил, что беларусы и россияне – практически один народ. Интересно, что обычные люди придерживаются другого мнения. Так, в сети завирусилось видео, в котором белорусский блогер сравнил поведение пешеходов на дорогах в Смоленске и Гродно. По его наблюдениям в РФ люди чаще проявляют хамство и безразличие, переходя перекрестки по диагонали и игнорируя правила дорожного движения. В то время, как в Беларуси люди строго следуют правилам. И это лишь частный пример. Отметим также, что в интервью Лукашенко затронул намного более серьезный вопрос ядерного оружия. Он заявил, что Беларусь готова его применить в случае нарушения границы так называемого союзного государства. Однако диктатор уклонился от конкретики по поводу событий в Курской области и не обозначил, считает ли прорыв ВСУ нарушением границы союзного государства. Продажи Минского автомобильного завода в России падают, а местный рынок захватывают китайские производители. За семь месяцев этого года МАЗ смог продать в Россию 3333 грузовика, что на 200 единиц меньше, чем за тот же период прошлого года. В рейтинге производителей МАЗ за год опустился на восьмое место. Его обогнал китайский Дунфен, который увеличил объем продаж почти в два с половиной раза. Впрочем, продажи лидера рынка КАМАЗа вообще упали на 30%. Что же касается российского рынка пассажирских автобусов, там наблюдается рост, но не для МАЗа. В 2024 завод реализовал в РФ всего 320 штук, а это на 47% меньше, чем в прошлом году. Тогда продали 602 автобуса. При этом российские и китайские производители сумели нарастить реализацию. В этой категории МАЗ обогнал Павловский автобусный завод, у них плюс 25% к продажам, ЛиАЗ плюс 41%, у китайского Ютонг плюс 16%. Что касается электробусов, то их реализация в России за 7 месяцев 2024 резко увеличилась больше, чем в три с половиной раза. При этом из 567 машин, проданных в РФ в этом году, ни одна не была от столичного автозавода. По всей вероятности, на интересе россиян к белорусской технике сказались частые случаи возгорания автобусов МАЗ в российских городах. Тем временем, именно рынок РФ является основным экспортным направлением для МАЗа. Может ли Беллигпром заменить секонд-хенды? Напомним, июньский пакет санкций Евросоюза ввел ограничение на ввоз в нашу страну бывшей в употреблении одежды. В ответ на запрет в МИД намекнули, что у Беларуси не будет проблем с заменой. Однако еще в 2022 году в Беларуси работало более полутора тысяч секонд-хендов. И чтобы заменить такие объемы продукции, предприятиям легкой промышленности пришлось бы серьезно увеличить объемы производства, пишет Зеркало. Но куда важнее цены, которые в магазинах Беллигпрома порой вполне соотносятся с международным масс-маркетом. Вряд ли покупатели секонд-хендов ринутся в беллигпромовские точки, скорее перейдут на онлайн-барахолки, где продолжат покупать старые вещи по относительно невысоким ценам. При этом экономический блогер Александр Кнырович пояснил Маланке, что для обычных белорусов в плане доступа к ВУ-вещам скорее всего ничего не изменится. Дело в том, что вся эта продукция теперь поедет через Турцию, Армению, либо другие дружественные нам страны и подорожает, может быть, на 15%. Поэтому на ввозе она будет стоить, может быть, не полтора доллара за килограмм, а, например, 1 доллар 70 центов. И это весь эффект от подобного рода действия, заявил Кнырович. И добавил, что беллигпрому, который уже давно борется с секонд-хендами, цитата, «не обломится ничего». Потому что если бы он имел возможность производить продукцию по полтора доллара за килограмм, то давным-давно захватил бы не только белорусский, но и мировой рынок, отметил предприниматель. В Минске придумали довольно странный способ, как защитить метро от затопления. Напомним, во время сильных июльских дождей вода затопила некоторые станции столичной подземки. Их закрывали для пассажиров. В итоге на 10 дней для ремонта перекрыли выходы станций «Восток» и парк «Челюскинцев». Теперь там появились новые конструкции. Высокие ступеньки, которые, вероятно, не дадут воде стекать вниз и заливать станции. Правда, выглядит это странно. Сейчас, чтобы спуститься в метро, нужно сначала подняться. Строители сделали подиум из двух-трех ступенек, общая высота которых едва ли не вровень с оградой перехода. К тому же, как пишет близко Бай, ступеньки отличаются по высоте, и придется очень внимательно смотреть под ноги. Вероятно, вскоре такие блокпосты появятся и на других станциях метрополитена. Некоторые из них сейчас как раз закрыты на ремонт. Тем временем люди в комментариях уже назвали инновацию кошмаром для молодых мам и людей на инвалидных колясках. Также опасаются меньшане, что же будет зимой, когда ступеньки начнут покрываться льдом. Обратили внимание на нарушения, и урбанисты, по их словам, поручни теперь должны начинаться там, где начинаются новые ступеньки. ВОЗ объявила о глобальной угрозе из-за нового штамма оспы обезьян. Эпидемия, которая началась в Конго, уже стала причиной смерти более 450 человек. Вирус распространяется по Центральной и Восточной Африке. Уже зарегистрировано почти 13,5 тысяч случаев. Передается новый штамм вируса через непосредственный контакт с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности. Само же заболевание начинается с лихорадки, головной боли, боли в мышцах и общей слабости. На поздней стадии на коже появляется характерная сыпь. За первую половину этого года число заболевших уже превысило число случаев за весь прошлый год. Поэтому глава ВОЗ объявил эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. Новый штамм оспы обезьян недостаточно изучен, но в США и ЕС против него используют вакцину Джинеус и противовирусное средство Текаверимат, показавшее свою эффективность. Еврорадио проверило, сейчас государственной регистрации в Беларуси нет ни у вакцины, которая помогает в профилактике, ни у препарата, который помогает тем, кто уже заразился. Сообщается, что чтобы получить регистрацию в нашей стране, компания-производитель или ее представитель должны обратиться сами. А вот заинтересовать производителей поставлять препараты в Беларусь – задача Министерства здравоохранения. Задержанного во Франции белорусского художника Алексея Кузьмича не депортируют на родину. Однако его не освободили из Центра временного содержания возле аэропорта Шарль-де-Голь. На судебном заседании, которое состоялось на днях, прозвучало предположение, что Кузьмича могут выслать в РФ. Напомним, художника задержали за акцию под названием «Ренессанс», когда он попытался откопать Ван Гога из могилы. После этого французский суд постановил выслать его в Беларусь, а Кузьмич в знак протеста объявил голодовку. Он утверждает, что его права нарушаются, а условия содержания называет пытками. В соцсетях Кузьмич подчеркнул, что политическая ситуация в Беларуси остается туманной для остального мира. И многие из тех, кто принимает решения по документам и статусам уехавших беларусов, совершенно не в курсе, что обстановка в стране только ухудшается. Благодаря усилиям небезразличных людей во французском суде прозвучали факты о происходящем и имя Олеся Пушкина. Сейчас Кузьмичу требуется помощь на оплату услуг адвоката. Ссылку на сбор мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если вы находитесь за пределами страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!